Всем привет! Говорит и показывает Анна Брагинская. В этом видео я расскажу о том, как добавить рабочую нить, если она закончилась, и что делать с ее концами. В некоторых мастер-классах вам услужливо подсказывают необходимую длину нити для детали, но в большинстве случаев знать это невозможно, да и крупные элементы требуют очень длинной нити. Поэтому я всегда отрезаю примерно одинаковую, удобную мне длину, а при необходимости доращиваю. Как это делается? Я плету до того момента, как остается кончик 5-10 сантиметров. Затем беру вторую нить, завязываю обычный узел у последней бисерины. Подтягиваю нити, чтобы узелок точно переместился к ней. На время оставляю кончики в покое, зажав между пальцами, чтобы они не мешали. И продолжаю в работу. Ни в коем случае не отрезайте нити сразу после узелка. Со временем они могут разойтись, нам же это не нужно. Когда элемент готов, перехожу к следующему этапу фиксации нитей в работе. Для этого я ввожу нить в иголку, прохожу в ближайшие бисерины и подхватываю нить между ними. Делаю петлю, ввожу в нее иголку, затягиваю и получаю маленький узелок, который прячется между бисеринами. Прохожу еще в пару бисерин и делаю еще один узелок. Снова не отрезайте нить возле узелка, он может распуститься со временем. Пройдите еще дальше. Чтобы отрезать нить точно после бисерины, натяните ее и режьте. Это сработает даже, если ваши ножницы не отличаются особой остротой. Вторая нить фиксируется точно так же, но в противоположном направлении. Если нить слишком короткая или у нее лохматый кончик, то вам поможет иголка BigGuy. Это очень интересный инструмент. У нее два кончика рабочих, но немного тупых, по форме напоминающих саблю, а не иголку. А ушко большое и расположено в центре. Для введения нити вы должны его открыть. Если не получается пальцами, то вам поможет рабочая иголка. Как видите, нить может легко передвигаться по ушку, но не выпадает. Это дает возможность работать даже с самыми короткими кусочками. Иголку BigGuy любят все мои ученицы, которым сложно вдеть нить в обычную. И она прекрасно ведет себя в плетении, но совершенно не подходит для вышивки и сутажа. Еще один минус такой иглы, она очень мягкая и легко гнется. Если вы привыкли плести плотно, то вам будет неудобно, а иголка быстро потеряет форму. Кроме этого варианта, добавление нити есть много других. И каждый мастер выбирает наиболее удобный для себя. Некоторые фиксируют остаток нити в работе, а потом прикрепляют новую нить отдельно. И прием хорош для готовых мастер-классов, где каждый шаг уже выверен и известен. А если вы придумываете вещь самостоятельно и хотите ее потом переделать, то вам придется пороть на пару рядов больше, чтобы дойти до свободной рабочей нити. Ну а показанный мной узел легко будет распустить, особенно на файрлайне. Еще один вариант, когда немного загодя наращивают нить и потом плетут с узлом на нитке. Он проходит в бисерины и тогда, продолжая работу, постепенно кончики нити прячутся сами собой внутри полотна. Мне не нравится этот вариант, потому что узел может с трудом проходить в мелкий бисер, типа круглого пятнадцатого, а в какой-то момент вообще закупорить его и лишить возможности плести дальше. Теперь вы знаете, как продолжать работу бесконечно и вас ничто не может остановить в создании рукотворной красоты. Желаю всем легкой учебы и приятного творчества. Пока!